Тысячи километров проводов окутали весь город как паутина. Сотни из них снабжают электротоком трамваи и троллейбусы, заставляя их бежать по своим маршрутам. И если где-то артерия оборвется, кто-то из пассажиров может не успеть по своим делам. Но в таких случаях руку на пульсе держат электромонтеры трамвайно-троллейбусного управления. Это всегда. И в любую погоду. Днем и ночью. А как дождь? Опасно? Элементарно. Называем плащи и едем. Всего полно было. Деревья падают, и сети рвут. Мы же к этому привыкли. Провода требуют не только аварийного ремонта, но и ежедневного внимания и заботы. Служба энергохозяйства. Основная задача наша – это бесперебойное снабжение подвижного состава трамваев, троллейбусов и электроэнергии. Днем рабочие осматривают хозяйство, а ночами по плану меняют, где нужно. Спецчасти, продольный трос и изношенные провода. По контактному проводу проходит только приемник, как троллейбус, так и трамвай. Соответственно, при движении они наносят ему износ. Трамвай больше износ, троллейбус меньше износ наносит контактному проводу. И, соответственно, он подлежит замене. Весной и осенью электромонтеры регулируют провода. К теплому времени года их подтягивают, а к холодному – наоборот, отпускают. Металл, когда он в холодном состоянии, он сжимается. Соответственно, ему сжиматься с километра, насколько я делал расчет, он 40 сантиметров сжимается. Где ему найти это расстояние? Вот он и будет стягивать, стягивать до тех пор, пока в слабом месте не оборвется. Регулируют провода не только в межсезонье. Если их подтянули к морозной погоде, а потом настала оттепель, они могут провиснуть. Чтобы этого не случалось, электромонтеры следят за сводками погоды и вовремя подстраиваются под ситуацию. Кстати, трамвайных проводов это не касается. Там есть автоматические регулировки. А провода троллейбусов еще не перешли на автомат полностью. И пока нуждаются в заботливом внимании людей.